Качество, качество самое главное. Вот так вот, серьезный ведущий Иван Уткин и абсолютно несерьезная, судя по промо-ролику. Анна Шамбадал. Мы продолжаем. И сейчас хотелось бы коснуться той информации, которую мы озвучили в самом начале. Да, серьезная тема. У нас сейчас на Южном Урале развелось огромное количество мошенников, которые наживаются на нас, на обычных честных гражданах. Вот, Анна, скажи, ты когда-нибудь попадала в такие неприятные ситуации? Ты имеешь в виду про ломбарды, про те комиссионные магазины, которые выдают? Ломбарды, организации, которые выдают кредиты под бешеные проценты. И потом ты просто их погасить не можешь и всякие ситуации неприятные. Я, честно говоря, если вдруг что-то такое вижу подобное, у меня вот волосы дымом встают, и я подальше стараюсь от этого уходить. Но не все знают, насколько это опасно. Так вот, на Южном Урале выявлено 19 таких незаконных ломбардов. Об этом подробнее, о том, как различить все-таки, законы это, структура или нет, мы об этом поговорим с гостем. Итак, о том, что ожидает нелегальных кредиторов, мы узнаем у Татьяны Золотавиной, начальника юридического отдела Челябинского отделения Банка России. Доброе утро! Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, все-таки кто имеет право выдавать кредиты и займы, а кто нет? Ну, на финансовом рынке, на самом деле, есть достаточно большое количество игроков легальных, которые имеют право выдавать на регулярной основе займы и кредиты. Это в том числе кредитные организации, среди них банки, естественно, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ломбарды и микрофинансовые организации. Это все участники, которые в той или иной форме имеют разрешение Банка России на осуществление деятельности. Вот как выявить все-таки нелегальщиков? Какие документы у них запрашивать? Что нужно? Может быть, это через интернет можно это узнать, либо позвонить куда-то. В любом случае, когда вы выбираете контрагента, но в данном случае для того, чтобы получить кредит либо займ, конечно же, нужно воспользоваться официальным ресурсом, который содержит информацию о легальных участниках этого рынка. Это сайт Банка России, думаю, он всем известен, cbr.ru. Там содержатся реестры, которые актуализируются на каждый день. И в этих реестрах, соответственно, названы легальные участники рынка, в том числе ломбарды. Ну а есть такая ситуация, что интернета нет, позвонить и неоткуда. Все-таки как по каким-то, может быть, посвенным признакам понять, что кредитор-организация легально работает? Ну, прежде всего, легальная организация, она очень открыта по отношению к своим клиентам. Это касается корректной вывески, которая содержит указания. Если мы с вами говорим о ломбардах сегодня, то такая вывеска будет содержать указания на то, что это действительно ломбард. И при этом не будет никаких приписок в виде ИП, потому что индивидуальные предприниматели не имеют права заниматься ломбардной деятельностью. Это открытость в предоставлении документов, регулирующих деятельность этой организации. То есть, если вы интересуетесь учредительными документами, то организация должна вам их показать. И это хорошо и нормально попросить перед тем, как вступать во взаимоотношения. Но это банально наличие кассового аппарата в зале, потому что с недавних пор ломбарды обязаны использовать кассовый аппарат в своей деятельности. А какие услуги предоставляют нелегальные кредиторы? Ну, опять же, если мы с вами говорим о ломбардной деятельности, псевдоломбардной, так называемой, деятельности, то она сводится в конечном итоге к следующему. В ситуации, когда вы предполагаете взять займ, приносите некоторое имущество, движимое в залог, это имущество не в залог принимается, а выкупается по достаточно низкой цене. И, по сути, вам предоставляются денежные средства в обмен на вещь. Вы право собственности на вещь утрачиваете в этой ситуации. И в таком случае, при дальнейшем желании эту вещь вернуть, при возврате, предположим, взятого займа, могут возникнуть сложности, потому что она может быть уже продана дальше. То есть тех механизмов, которые нацелены на защиту прав потребителей в легальной ломбардной деятельности, здесь, конечно, нет. И требовать их осуществления не будет оснований правовых. Ну, это вот вопрос, что касается того, если ты решил все-таки воспользоваться организациями услуги, а вот если вдруг человек обычный, все-таки уже там подписал, не знаю, заложил, подписал документы какие-то, расскажите самые популярные мошеннические схемы, чтобы люди могли себя хоть как-то обезопасить. Прямо на конкретном опыте расскажите, что было, что происходило. Если уже подписал документы, то тут, конечно, рассказывать о схемах, не знаю, насколько это целесообразно и актуально, о схемах, знать допыта. И, естественно, вот то, о чем я уже сказала, о передаче прав по сути на свое имущество, это вот первый такой вариант. Потом могут потребовать предоставление некой предоплаты. Мы вам предоставим денежные средства, если вы нам встречно, например, небольшую сумму заплатите за осуществление каких-то действий, за оформление документов, еще за что-то. То есть вот вымогается некоторая денежная сумма, и в дальнейшем отношения могут в дальнейшем и не возникнуть. Кроме того, существует риск при взаимодействии с нелегальными субъектами предоставить исчерпывающим образом свои данные персональные, которые в дальнейшем смогут быть использованы, помимо воли уже гражданина, в интересах мошенников. И также существует риск при взаимодействии с нелегальными участниками рынка получить на этапе вхождения в отношения, вы знакомитесь с одними документами, с одним договором, а на этапе уже непосредственного подписания вам могут предоставить документы, содержащие другие условия, и, соответственно, гражданин даже и знать не будет, на что он подписался и какие обязательства у него возникли с этого момента. Понятное дело, что схем, конечно же, очень много. Еще раз напоминаем, будьте осторожны и будьте внимательны, читайте все, что вам дают. Ни в коем случае просто так не подписывайте. Подписывайтесь, да. Благодарим вас за то, что разъяснили нам хотя бы немного эту ситуацию. Напомню, Татьяна Золотавина, начальник юридического отдела Челябинского отделения Банка России, только что была с нами на связи. Ну вот, а где нас точно не обманут, так это в магазине «Косметичка», что они подготовили для прекрасных, прекрасной половины нашей... Тю-тю-тю, да ладно, ты тоже там бываешь. Я там не бываю, но видел вывеску, скажем так. Подарочки покупаешь, барышня? Покупаю. Покупаю, поэтому в том числе и мужчинам будет интересно. Все в «Косметичку». Продолжение следует...